Музыка Музыка Всем большой и пламенный привет! Сегодня рада поделиться с вами, как всегда, тщательно подобранной по составу маской для волос. В ней можно взаимозаменять работающие именно для вас компоненты. Эта смесь масел предназначена для активизации оста волос. И одновременного ухода по всей их длине. Будем питать кожу головы, стимулировать волосяные луковицы, питать кончики и снимать статику с волос. Особенно это актуально в отопительный период. Волосы благодарно реагируют на внешний качественный уход, быстрее любого органа в нашем организме. При правильном подходе и при условии, что проблемы с волосами не связаны с общей разбалансировкой организма, куда входит прием антибиотиков, гормональные сбои. Исключая это, можно быстро иногда с первого применения улучшить качество волос. При уходе за волосами важно делать акцент не только на длину, но и на питание и стимулирование волосяных фолликул, так как именно они поддерживают питание волос и их внешний вид. Стержень волоса покрыт орговевшими чешуйками, кутикулой. Если плотнее чешуйки прилегают друг к другу и чем лучше они смазаны кожным жиром, тем волосы более эластичные и блестящие. Если жира волоса не хватает, чешуйки открываются и выглядят безжизненно, как солома. Не будем печалиться, а начнем действовать и приступим к восстановлению. Подготавливаем смесь масел для нашей маски общим объемом на разовое применение 30 мл. Используем, как всегда, нерафинированные масла. В них содержится максимум полезных веществ и витаминов. В стеклянную керамическую плошку вводим 3 мл масла Амлы. Обратите внимание, чтобы в составе не было минерального масла. Если масла Амлы нет, замените его смесью масел, куда входит Амла. Если у вас волосы окрашены, замените Амлу маслом абрикосовой косточки. Оно снижает вымываемость пигмента краски из волос. Я добавлю масло Амлы. Оно способствует стимуляции волосяных фолликул, тем самым активизируя рост волос, воздействуя на корни и сокращая процесс выпадения волос. Балансирует жирность кожи головы и активно рекомендуется тем, у кого волосы быстро загрязняются или имеют признаки сибореи. Далее добавляем 5 мл касторового масла. Сочетание жирных кислот рециноловый, олеиновый, линолевых кислот насыщают луковицы волос, усиливая их рост. Масло на 87% состоит из рециноловой кислоты. Она балансирует кожу головы, лечит сиборею и останавливает чрезмерное выпадение волос, связанное с этой проблемой. Вмешиваем следующее масло 2 мл лавра или ним. Они схожи по свойствам, но ним имеет резкий специфический аромат, который выветривается после вымывания маски. На этот раз выберу масло лавра. Кстати, оно может быть аллергенным, поэтому не забудьте протестировать его на восприимчивость. Оно богато омега-3, 6, 9 полиненасыщенными жирными кислотами. Действуя как защитное восстанавливающее сухие и ломкие кончики средства, укрепляет капилляры, кровообращение, тем самым стимулируя рост волос, его антисептические действия избавляют от перхоти. Нехватка ретинола в организме провоцирует выпадение волос и сухость кончиков. Поэтому в нашу маску мы добавим 2 мл масла облепихи. Оно нормализует обменные процессы благодаря витаминам в ее составе А, С, Е, группы В. И благодаря жирным кислотам, пальмитиновой, линолевой и т.д. Восстанавливает структуру волоса, делая их эластичными и послушными. Сочетание касторового с облепиховым усиливает свойства каждого из масел. Следующее масло льна 3 мл. Оно питает кожу головы витаминами А, группы В, Е и Ф. Тем самым укрепляя волосы и продлевая активную стадию роста. Смягчает волосы по всей длине за счет полиненасыщенных жирных кислот. Масло придает прикорневой объем и рассыпчатость волосам. Заключительным маслом послужит 4 мл жожоба или масло брокколи. Они оба отлично разглаживают волосы за счет высокой проникающей способности. Эти масла, как жидкий воск, имеют легкую структуру, за счет чего, проникая, приглаживают чешуйки кутикулы, придавая шелковистый блеск и плотность, гладкость. За счет этого же облегчается расчесывание, а полиненасыщенные кислоты восстанавливают волосы после окрашивания. А теперь поделюсь полезным компонентом, который одновременно восстанавливает и помогает быстро смыть масла после применения маски. Вмешиваем в смесь одно яйцо 8-10 мл. Таким образом создается моющий, очищающий, увлажняющий эффект. Мы облегчаем масла за счет ввода яйца. И маска легко смоется с волос. Если вы против яйца, добавьте 4-5 г кондиционирующего эмульгатора на 30 мл масла. Но в этом случае смесь придется подогреть, чтобы эмульгатор растворился. Теперь обогатим маску эфирными маслами. Берем 3 капли эфирного масла грейпфрута. Оно нормализует жировой баланс кожи головы, придает блеск и упругость волосам. Также 3 капли эфирного масла Bay, мой любимец, активатор роста волос. За счет стимуляции регенерации волосяных фолликул, тем самым останавливается выпадение. Укрепляется и стимулируется рост новых волос. Эфирное масло антибактериальное, поэтому подходит как средство против перхоти. Заключительно эфирное масло – мяты. Его мы берем 2 капли. Это освежающее масло делает волосы легкими, мягкими. Оно укрепляет корни волос и активизирует их рост. Если для ваших волос какое-то конкретное масло работает лучше, добавляйте его смело в смесь. Перемешиваем маску и наносим на сухие волосы до мытья головы, начиная от корней, продвигаясь к кончикам. Укутываемся в полиэтиленовый или шапочку для душа и оставляем на час. За этот период все активные компоненты масел и эфиров проникнут в структуру волос и начнут работать. Ну а пока мы ждем, я поделюсь с вами полезной информацией об эфирных маслах. Для светлых волос можно использовать ромашку и лимон. К тому же эти эфирные масла усиливают выраженность пигмента окрашенных волос. Теми же свойствами обладают эфирные масла, но уже подходящие для темных волос. Это также ромашка и шалфей. Ну а теперь промываем волосы теплой водой, так как горячее провоцирует избыточную работу сальных желез и повышает жирность кожи головы. Для очищения волос выбирайте мягкое моющее средство или органическую основу, так как павы, сульфаты, содиумы в промышленных шампунях разрушают защитный слой кожи головы. PH шампунем щелочной в районе синий, а наш естественный баланс чуть кислый. Полезные бактерии на нашей коже, в частности головы, живут в кислой среде, а в щелочной погибают, и кожа становится беззащитной перед патогенной микрофлорой. И в целом остатки щелочных средств на волосах придают им неухоженный вид. Чтобы снять щелочной остаток от моющего средства, будем использовать бальзамополаскиватель. Так как при щелочной среде кутикла волоса раскрывается, а при кислой закрывается. И бальзамополаскиватель имеет кислую среду, то что нам нужно. Объема бальзама с грецкий орех будет достаточно для длины волос чуть ниже плеч. Можно усилить эффект смягчающего средства, придать дополнительный блеск при помощи эфирного масла лимона или апельсина. На объем с грецкий орех добавляем 2 капли эфирного масла. Такое обогащение можно производить в органическую основу. Лучше не экспериментировать с промышленными или салонными средствами. Реакция химических компонентов с активным эфирным маслом может быть непредсказуемой. Наносим бальзам на длину волос. Распределяем разглаживающими движениями от уровня середины уха до кончиков волос. Если мы не добавляем эфирные масла и дополнительные компоненты в бальзам, держим его 2-3 минуты. Если были использованы активным, то выдерживаем средства на волосах 10-20 минут. Это минимальный срок, за который успевают проникать и начинать работать эфирные масла и активные компоненты. Так как зачастую водопроводная вода бывает жесткой и щелочной, после мытья волос они ощущаются жесткими. Поэтому необходимо сполоснуть волосы в мягкой закисленной воде. На 1 литр воды берем 1 столовую ложку яблочного уксуса или сока лимона и просто споласкиваем волосы. Кислота снижает щелочной баланс и кутикола волоса приглаживается к стержню, что позволяет приобрести волосам естественный блеск. Если эта процедура вам не по душе, то для этой же цели, а также для снятия статики и как подготовку к термоукладке, после мытья головы на влажные волосы можно использовать гидролаты. Это побочный продукт при производстве эфирных масел. А можно и совмещать, как делаю это я, ополаскивание и использование гидролата. Для термозащиты и увлажнения подойдет гидролат розы, лаванды, пачули. Для укрепления волос и против выпадения розмарин, сосна, пачули. От перхоти чайное дерево, розмарин, лаванда. Для сухих светлых волос нироли, розмарин, сандал. Для светлых жирных лимон. Для темных сухих роза, лаванда и ланг-каланг. Для темных жирных чайное дерево, мята. Мои волосы высохли естественным путем. Здесь они еще немного влажные. Я их просто расчесываю и больше ничего с ними не делаю. Фен я тоже не использую для укладки волос. Обожаю результат после домашних качественных масок. Одним словом, здоровые волосы, блестящие, рассыпчатые и легкие. Не забывайте и о внутреннем питании ваших волос. Употребляйте в пищу растительный белок, злаки, их проростки, овощи. Получится сбалансированный уход изнутри и снаружи. А результат такого осознанного ухода будет очевиден, порадует вас и окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова